Здравствуйте! Город-парк, наверное, все больше оснований так говорить про Барнаул. В городе в этом году завершена реконструкция парка Изумрудный, которая проходила в пять этапов. Уже третий этап благоустройства этим летом развернулся в самом большом парке, юбилейном. И в этом же сезоне началось преображение парка имени Ленина. Об этом подробнее поговорим сегодня у нас в гостях Петр Воронков, председатель комитета по благоустройству города Барнаула. Петр Васильевич, здравствуйте! Здравствуйте! Начнем, наверное, с депутанта парка имени Ленина. Какие работы в этом году там начались? И мы знаем, что почти 50 миллионов было заложено на них. Совершенно верно. В этом году мы стартовали благоустраивать очередную зеленую зону парк бывшей имени Ленина. Действительно, первый этап у нас сформировался достаточно большим объемом. Исходя из доведенного объема финансирования, тех лимитов, которые мы получили в начале года, мы вынуждены были первый этап еще разделить на несколько подэтапов, назовем их так. Правильно вы говорите, 50 миллионов на этот год мы заложили и пошли в реализацию, так скажем, основного формата, который бы мы начали видеть с вами в будущем от парка. То есть это уборка аварийных деревьев, мы их снесли, проложили основные направления пешеходных связей и, соответственно, уложили плиточное покрытие на этих связях. Ну и, конечно же, не обойдется у нас в этом году без освещения, но пока центральные только аллеи. И установим малоархитектурные формы. Это лавочки и урны, соответственно. Насколько я знаю, к октябрю, да, к середине должны закончиться работы этого года. Да, муниципальный контракт у нас до 14 октября. На сегодня, если говорить о стадии готовности или стадии выполнения работ, то мы приближаемся уже к 80% выполнения работы. Каких-то опасений по невыполнению на сегодня у нас нет. Подрядчики добросовестные, они уже неоднократно выходили на такого формата работы, поэтому мы можем уже оценивать, как бы, уже, так скажем, в перспективе их реализацию данных работ. Если говорить о следующих этапах, наверняка есть понимание, что будет уже в следующем году. И есть ли у нас понимание, сколько этих этапов потребуется в общем? В целом, проектно-сметная документация подразумевает собой три этапа. Вот, как я и сказал, в этом году мы приступили к реализации первого этапа. Ну, назовем первый этап и первый пусковой комплекс, может быть, в таком формате. На следующий год мы продолжаем реализовывать также первый этап, то есть в рамках проектно-сметной документации. Пока мы не закончим реализацию первого этапа, к последующим этапам мы, к сожалению, переходить не можем, потому что там за собой тянутся определенные технологические процессы. Это и кабельные линии, и линии освещения и так далее. То есть мы, условно сказать, мы не сможем приступить дальше, допустим, делать какие-либо площадки, спортивные, игровые, не доделав пешеходные связи. Все-таки по следующему году понятно, чем будет заниматься бригада рабочих? Конечно, будем продолжать усиливать тропиночную сеть, которая уже исторически сложилась в парке. Будем продолжать делать, или, вернее, начнем делать велопешеходную дорожку. Получается, она по всему поясу парка будет. Освещение продолжим делать. Ну и, возможно, если же все-таки финансирования нам будет достаточно, какие-либо объекты спортивные, возможно, появятся. Те же, допустим, столы для игры в настольный теннис. Амфитеатр также в первом этапе у нас заложен. То есть пойдем по, так скажем, по окончательному реализации первого этапа. В юбилейном парке уже третий этап в этом сезоне благоустройства. Что там проходило, как преобразилась территория за это лето? В этом году третий этап подразумевает собой такой активный формат работы. Что я под этим подразумеваю? Это реализация детских игровых комплексов. Они у нас появляются там. Детских площадок. Появляется у нас и многофункциональная спортивная площадка. Также в этом году и предусмотрены работы по, так скажем, организации площадки экстремального вида спорта. Для занятия экстремальным видом спорта это и памп-трек уже появился на сегодня. И роллер-дром, скейт-парк своего рода уже зарождается. Даже если прогуляетесь уже вечером, то есть очень много детишек у нас уже занимаются, катаются на этих объектах. Но тут хочется отметить, небольшую ремарку сделать для родителей. Все-таки пока объект еще не запущен и не сдан в эксплуатацию. И здесь нужно все-таки детишкам объяснять, что беречь нужно себя, во-первых, и аккуратно относиться к объектам. Потому что есть уже случаи небольшой порчи. Поэтому здесь как бы нужно так совместно. Много ли работ остается по парку до завершения проекта целиком? Нет, на сегодня мы также приближаемся уже к 85%. Примерно идем на уровне с парком имени Ленина. Здесь надо отметить, что у нас срок окончания работ идентичный. Это 14 октября. Переживания тоже у нас абсолютно... В целом по проекту, то есть по благоустройству всего парка, да? Четыре этапа у нас предусмотрена реализация. На следующий год у нас четвертый этап, он завершающий будет. В рамках четвертого этапа предусмотрено в основном озеленение. То есть это газонная часть в основном и посадка деревьев. Вот Узумрудный в этом году наконец закончен и появились последние объекты. Это вот площадка для игры в шахматы, это пешеходный фонтан. Все, на этом, скажем так, сюрпризов больше ждать не стоит. Проект завершен. Но если мы говорим о проекте, в рамках которого парк реализовывался, это формирование комфортной городской среды, да, и нашего национального проекта «Жилье и городская среда», то можно сказать, наверное, да, он закончен. Все, пять лет, вложено без малого 380 миллионов в этот парк. Действительно, мы видим, как он преобразился, да, и у нас каждый объект для нас, он по-своему интересен. Как вы говорите, тот же пешеходный фонтан, тот же павильон для игры в шахмат, те же информационные стенды, да, которые в виде пяти больших у нас появилось объектов, достаточно высоких, они более пяти метров у нас, усилили пешеходную связь в этом году, добавили парковочные места, что тоже немаловажно для парка, потому что парк находится, можно сказать, практически в центре города и привлекает очень большое внимание жителей. Поэтому, как правило, у нас приезжают и на машинах, и, бывало, с парковочными местами были проблемы. В этом году мы их подусилили, поэтому надеемся, что жители оценят. С руководством парка в части дальнейшей реализации и каких-либо сюрпризов, как мы их называем, прорабатывается этот вопрос. На будущий год планируется усиление зеленого каркаса парка, то есть также газонные части будут предусмотрены, посев газона, посадка деревьев, да, то есть в этом формате будет парк развиваться. Планируется также создание инклюзивной площадки для детишек с ограниченными возможностями здоровья, что я считаю на сегодня это очень большой, так скажем, плюс, да, и изюминка этого парка, где можно и позаниматься спортом, и погулять, и отдохнуть, и какие-то ивент-программы посмотреть. Ну и также детишек вот в таком формате тоже найти, чем им заняться. Я думаю, это будет очень интересное направление. Ну, пока прорабатываем в этом формате. Ну и много еще уголков есть, таких, так скажем, незадействованных в парке «Изумрудный». Я думаю, руководство парка примет решение, все-таки будет их также благоустраивать в будущем. То есть не нужно считать, что если благоустройство, вот основной этап закончен, то это большая масштабная работа, что руки к парку больше не прикладываются, да, что тут все, работы завершены, и других никаких не будет. Совершенно верно. Вы сказали, продолжение работы все-таки планируется. Сейчас внимание Барновольцев приковано к еще одной площадке, еще которая выглядит совсем не так, как зона для отдыха. Это вот по-разному называют парк за Европой, сквер за Европой. Проголосовали многие за преображение этой территории. Что по этому объекту можно сказать? Какая судьба его ждет? Очень интересный объект. Действительно, так скажем, территория за торговым центром Европой. Мы его называем так по адресу, там Шумакова 9. Данная территория у нас состоит из четырех земельных участков. С, так скажем, своей изюминкой и в то же время своей сложностью данная территория обладает неким яром, который есть, уже сейчас сложился. Сейчас территория заброшена. Ее никак не используют, она заросшая. Но, опять же, очень много жителей из тех спальных районов идут к тем же торговым центрам на остановку общественного транспорта. И, то есть, она очень востребована даже на сегодня, как просто пешеходная связь. 2 августа состоялась стратегическая сессия. Что такое стратегическая сессия? Это такой формат групповой работы, где заинтересованные жители, заинтересованные в благоустройстве данной территории, выражали то или иное мнение, что бы они хотели видеть в какой-либо из зон на этой территории. Как раз-таки итогом, наверное, все-таки этой стратегической сессии у нас появился эскизный проект. Вот как раз-таки в эскизный проект у нас и вошли все пожелания вот этой инициативной группы, так ее назовем. Разработчиками эскизного проекта выступил Институт архитектуры и дизайна при Алтайском государственном политехническом университете. На сегодня он у нас находится в стадии, так скажем, обсуждения. Появилась рабочая группа, которая состоит и из архитектурного сообщества, из проектировщиков, из как раз-таки заинтересованного круга лист, из инициативной группы. И сейчас мы так или иначе обсуждаем этот проект. Где-то есть какие-то свои подводные камни. После того, как рабочая группа завершит свое, так скажем, обсуждение и какие-либо мысли, высказывания. Они, соответственно, приведутся, пройдется изменение этого проекта и уже он будет представлен, так скажем, широкому кругу пользы. То есть пока преждевременно, говоришь? Пока еще преждевременно, да. И что касается, наверное, этапности, да, реализации этого проекта, мы сможем с вами его увидеть только после разработки проектно-сметной документации. То есть мы тогда уже будем понимать и порядок цифр финансирования, и, соответственно, порядок реализации того или иного этапа. Но, повторюсь, территория на сегодня одновременно и сложная, и одновременно интересная. Поэтому будет достаточно, честно скажу, приоткрою завесу тайны, у нас таких проектов еще нет в городе. И она необычная с точки зрения, что вот предыдущие территории – это бывшие парки, да? А это совершенно с нуля, что называется, площадка. Совершенно верно. Здесь сложнее по этому или? С одной стороны, сложнее, да. Почему? Потому что нам придется закладывать все инженерные коммуникации по-новому. То есть это повлечет за собой определенные трудности. Но в то же время на сегодня территорию, которую не нужно реконструировать, а создать по-новому, здесь есть, так скажем, свобода мысли, полет фантазии. Но, опять же, здесь мы должны прислушиваться и к… Не только слушать разработчиков, да, но и должны прислушиваться все-таки к тем, кто будет реализовывать этот проект. То есть воплощать его в жизнь, потому что есть свои сложности при реализации. Наверное, в советское время у нас впервые в городе строится парк. Наверное, да. То есть вот по своей памяти смотрю, вот не припомню такого. Наверное, вы правы. 1 октября еще одно важное, скажем так, событие, ежегодное событие – это месячник санитарной очистки. И, как правило, не только генеральная уборка в городе проходит, но и благоустройство отчасти тоже продолжается. Высаживаются деревья где-то, кустарники. Вот какие планы здесь в этом году? Традиционно у нас месячник санитарной очистки, правильно вы сказали, стартует с 1 октября. Продлится он весь месяц. Как раз-таки наша основная задача – это подготовить город к зиме. То есть где-то, может быть, листочки подгрести, территорию убрать. Вот надо сказать о том, что в рамках месячника будет ликвидировано более 50 несанкционированных свалок, убраны в большей части все скверы наши. То есть здесь будут привлекаться абсолютно все организации, всех форм собственности. Будь то это предприятия торговли, промышленности, будь то управляющие компании, это наши и СУЗы, и ВУЗы, это и школьники, да и сами муниципальные служащие всегда активно принимают участие в подготовке города к предстоящей зиме. На 18 октября у нас запланирован городской субботник, то есть где массово у нас выйдут, в том числе и жители города, также у нас, кстати, они очень активно принимают участие в месячниках городских. Здесь они совместно с администрациями районов определяются с территориями, ну и, соответственно, администрация районов помогает с инвентарем, с мешками для мусора и так далее. То есть наша задача, конечно, навести порядок в городе. Конечно, благоустройство на этом у нас не заканчивается. Мы продолжаем, на сегодня у нас активно ведется стадия посадки деревьев. Муниципальным учреждением благоустройства озеленения этой осени планируется высадить более 600 деревьев, как крупномеров, так и кустарникового типа. То есть на сегодня уже можно увидеть, где появляются у нас новые деревьи. Например, по Малахово уже можно увидеть небольшую новую аллею, которая перед улицей Балтийской. Спасибо большое. Наше время, к сожалению, подошло к концу. Надеюсь, что на горожане присоединятся к этому полезному во всех смыслах труду и для себя, и для города. Я напомню о благоустройстве Барнаула, итогах и планах на будущее нам рассказал Петр Воронков, председатель комитета по благоустройству города. Спасибо, что были с нами. До встречи.